Я рекомендую вам посмотреть это видео от начала до конца, ни в коем случае не перематывая, не останавливая. Смотреть внимательно, вдумчиво. И только тогда вы поймёте всю суть, всю ту энергию, все те мысли, которые я постараюсь вам в точности передать. Развить бизнес, бизнес детеллинга, автомоечный бизнес, тюнинг студию, либо ателье, может каждый. С одной стороны это очень сложно, а с другой стороны это просто. Если понимать хотя бы базовые секреты и много-много учиться. Полный упадок, полное нежелание что-то делать, заканчивалось практически всё, что могло закончиться. В один прекрасный вечер, только сейчас я понимаю, что этот вечер был прекрасный, гуляя по ютубу, просматривая свои любимые ролики с Феррари, и я наткнулся на этот чудесный ролик, который, собственно говоря, и изменил полностью мою жизнь, мой бизнес и всё, что с этим связано. Сейчас я хочу этот ролик вам показать и полностью его прокомментировать. В точности, как смотрел его я первый раз, и с последующими 200-ми, либо 300-ми пересмотрами на протяжении всего времени. И даже сейчас, как минимум, один раз в неделю я этот видеоролик смотрю, и я опять погружаюсь в те чувства, в те эмоции, в то состояние, которое двигало мной и движет сейчас. Почему? Не знаю. Возможно, этот видеоролик вас также вдохновит, и он также вам даст необходимые силы, необходимые знания и точное понимание, что такое на самом деле детейлинг. До этого момента и до этого времени слово детейлинг ко мне ни разу не попадало, и я даже не имел представления, что такое и есть, и что такая услуга существует. И сейчас я понимаю, что такая услуга может быть в Москве, и она будет популярной, она будет востребованной, и у нее будет огромное, колоссальное будущее. Просматривая сейчас эти кадры, я понимал, что я не знаю, каким красным средством полили на диске, мы никогда не мыли колеса кисточками, мы никогда не мыли вот так вот арки, как вымывают в видео. И мы никогда, и никто не делал такую качественную и красивую картинку, которую вы сейчас видите. Что есть такие варежки, мы тоже не знали. Для чего он мыл из двух ведер, я даже на тот момент не имел никакого представления, что в этих ведрах и что он делает. То, как промывает резинки, просто ввело в состояние кайфа. Я понял, что эта услуга будет так же популярна в Москве. У меня встал вопрос, а чем же я отличаюсь от этих людей? Первый момент, уровень знаний у меня очень низкий. Второй момент, картинку, которую я всегда показываю, она была именно на том уровне, на котором я был, соответственно, на низком. Соответственно, поскольку я ничего не знал и ничего не показывал, я притягивал абсолютно таких же клиентов по своему состоянию. Это то есть никаких. Это самые низкие машины, самые грязные, с самыми маленькими чеками. То есть развиться до детайлинга у меня не было никаких шансов, потому что за это никто ничего не хотел платить. Соответственно, у меня не было денег и возможности что-то на это покупать. Вот сейчас я сделаю паузу. Вы посмотрели, как парень в видео, он же детейлер, обрабатывал моторный отсек кисточками. Мы так никогда не делали. Мы всегда заливали пеной, терли губкой и смывали водой. Все, это стоило 500 рублей и на этом все, дело заканчивалось. Вот этот фонарь 3Мовский, который в видео, я его обыскался на тот момент, когда не было финансов, когда не было абсолютно никакой возможности его приобрести. Он стоил очень много денег и его почему-то я не мог найти в России. Но стоимость его была настолько высока. Я начал искать альтернативу, но в моей голове был этот фонарь. Я его хотел видеть, я хотел, чтобы у меня было абсолютно все, что в этом видео. Но, к сожалению, я его так и не смог найти. Но зато я умудрился другие вещи заказать в Китае. Мне их привезли. И я начал создавать именно свой гараж вот с таких вещей, которые подходили бы как для видео, так и для работы высокого качества. К сожалению, на тот момент мы не высвечивали царапины фонарем, как это вы видите в видео. Всегда у нас высвечивало царапины с солнцем. 70%, а то и 80% всего бизнеса было нацелено на предпродажную подготовку. А там было без разницы. Там выехал на солнце, горизонтальные поверхности нормальные, ну и хорошо. А все остальное уже не имело никакого сильного значения. Да и стоимость была порой 7 тысяч рублей за всю машину. Иногда 5 тысяч. Иногда были машины по 11 тысяч. Но больше 12 тысяч за всю машину. Даже за самый-самый большой, огромный внедорожник мы не получали. Это химчистка, полировка, это диски. Это чуть-чуть получше вымывать подвеску. Это моторный отсек. Ну и это какое-то восковое покрытие. Все. А тут фонарь что-то высвечивает. И все видно. После того, как я начал включать фонарь на эту полировку, я срочно понял, что надо что-то менять. Скотч. Синий скотч. Со скотчем вообще история связана. Я весь интернет перековырял, чтобы найти где-то этот синий скотч. Он мне настолько понравился, мне казалось, что это абсолютно другой уровень. Потому что мы же покупали самые обычные, самые дешевые на рынке. А тут какой-то необычный. На тот момент детеллинг продуктов было очень мало. Сейчас вы видите сушку, которую он выдувает. Я смотрел в интернете, где ее можно купить, как ее взять, у кого она есть, что он выдувает. У нас же был обычный компрессор. А нам так хотелось эту сушку. Мы ее нашли, также купили. Далее вы сейчас видите листик для замеров. Я такой же заказ-наряд сделал. И мы также хорошие, дорогие машины, которые требовали. Мы также толщиномером это все отмечали и записывали. Толщиномер для меня это просто было открытие. Сейчас вы видите камеру, по которой человек на видео смотрит царапины. Сначала пришлось выяснить, что это за камера. Это, оказывается, микроскоп электронный, который ты присоединяешь к ЛКП и видишь царапины. Я нашел этот микроскоп. Он стоил на то время, по-моему, 240 долларов. И заказывал я его из Китая. Это была огромная сумма. Мне страшно было заказывать, потому что платились большие деньги на тот момент. И приходилось еще ждать это. Вот сейчас фотография появится. Тем не менее, я заказал этот микроскоп. Он у меня появился. И я был очень счастлив и рад, что я приближаюсь к уровню этого видео. Царапины вышкуриваются. Так я вам поясню именно вот этот момент уже с уровня своего знания. Так можно делать, чисто теоретически. Есть толщина лака. Вот эта толщина. Вот тут вот царапина. Вот представьте царапина. Чтобы убрать эту царапину, толщину лака надо снизить по самое основание царапины. Соответственно, вы ее каждый раз уменьшаете. Если царапина очень глубокая практически до грунта, но еще не касается, вы также ее можете убрать. Но вам надо понимать, что в этом месте полировка будет последней. В следующий раз, когда опять это место зацарапается, так как оно зацарапалось до этого момента, тут уже будет дырка. Эту деталь придется красить. Многие, как в этом видео, убирают все в ноль. То есть вытачивают царапины, выпиливают и так далее. С одной стороны, это классно, молодцы. Но имейте в виду, хозяева, клиенты и детейлеры, что после вас это место, к сожалению, уже никто не отполирует и пробьет дырку. И, соответственно, клиент этому мастеру скажет, ты плохой, ты криворукий, потому что ты мне протер дырку. Но будет виноват не этот мастер, а прошлый мастер, который в ноль выпилил это место, убирает царапину. Поэтому решать вам, вы можете пользоваться наждачкой, как в этом видео, вышкуривать места, можете не вышкуривать. Но вы должны понимать, что ответственность за то уменьшение, серьезное и сильнейшее уменьшение лака вы берете на себя. Многие в Америке машины перед тем, как делать, вышкуривать наждачкой специальными машинками и выводят их в ноль в идеал. Но такие полировки в 90% случаев, последние, больше уже полировать там будет нечего. Там просто закончится лак. Поэтому политика нашей компании со временем и с большим количеством ошибок поменялась. Если есть глубокие царапины, мы показываем клиенту и говорим, что царапина очень глубокая. Хотите, чтобы мы ее удалили, мы ее удалим в ноль. Но имейте в виду, что в этом месте лака будет очень мало. Если человек говорит, клиент говорит, да, мы убираем. Если он говорит, нет, ребята, делайте все по регламенту. Регламент, это значит по всей машине снимать одинаковое количество лака. Если в каких-то местах остаются царапины, пусть остаются. Они в любом случае после моек появятся. Человек захочет опять отполировать, опять, опять, опять. Таких полировок может быть много. И чтобы полировка не была последняя, либо клиент берет 100% ответственность за весь процесс на себя, вы делаете в идеал в ноль. Либо вы просто лака снимаете чуть поменьше. Решать вам. Мелкой наждачкой специальная машинка снимается лак. А дальше сейчас он перебывает. Каждую пасту перебывает, видите. То есть он уменьшает риск, у которой он натер наждачкой. И посмотрите, сколько слоев он провел. На тот момент это, наверное, было правильно. Сейчас это можно сделать гораздо проще. Благодаря эксцентриковым полировальным системам. Там в Феррари лака очень много. Почему лака снимается больше? Потому что каждая риска друг другом перебывается. Вот он наделал очень много нарезов наждачкой. Дальше он прошелся мехом. Мех еще нарезал, но уже перебил ту риску. И дальше с каждым слоем он понижал риску. Новые полировальные системы позволяют это делать в один, а то и в два прохода. Гораздо быстрее, с меньшими потерями лака. В этом методе, который он показал, он снял весь лак. Скорее всего он машину вывел в идеал. Поставили ее в салон и все. И дальше судьба этой машины и этого полировщика, детеллера уже неинтересна. Если она заново так зацарапается, есть большая вероятность, что когда ее возьмут дальше делать, понаделают огромное количество дыр и пробоев. Потом эти кисточки, они меня вообще привели в состояние эйфории. Как кисточками можно делать что-то подкрашивать? Мы же обычно как? Ну взяли вот эту покраску, которая продавалась в магазине Русь за 100 рублей. Ну намазюкали. Мы не думали, что можно маленькой кисточкой. После этого видео я начал смотреть другие видео. И в одном из видео я увидел подъемник Квиджек называется. Это специальный подъемник, который частично предназначен для детеллерских услуг и для быстрого шиномонтажа спортивных машин. Дальше я начал искать, где можно взять такой подъемник. Я понял, что они есть в Америке. И я понял, что его очень тяжело ввести в Россию. Его надо растамаживать и он очень много весит. Тогда с помощью больших усилий мне удалось найти в Питере компанию, которая согласилась привезти мне этот подъемник. Вышел он мне очень много денег. До этого момента такие подъемники никто не привозил. И насколько я знаю, вот буквально недавно только одна компания завелась таким подъемником. Если будете покупать такой подъемник, они есть разные. Покупайте подъемник. По-моему, он называется XXL. Потому что тот, который купил я, он в основном предназначен для Ferrari, для R8, для таких машин. Машину чуть побольше или длиннее, например, Е-класс, поднимать тяжелее. Поскольку посадочные места, которые предназначены под домкраты, они не подходят, они уже. А у многих сейчас современных машин снизу идет большое количество пластика. И вот этими штуками под пластиком можно все пережать. Поднять Е-шку составляет огромное количество труда. Это надо все вымереть, все посмотреть, куда их подставлять. Поэтому будете покупать, важный вам совет. Покупайте сразу XXL. У него расстояние длиннее, и вам будет удобнее его поднимать. А сейчас мы немножко отличаемся, чтобы произвести долгожданный розыгрыш призов. Открываем видео с розыгрышем. Копируем ссылку. Вставляем ссылку в рандомайзер. Жмем, мне повезет. Итак, онлайн-курс Мастер Детейлинг получает Антон Петров. Поздравляем, Антон! Итак, вторым победителем, который получает онлайн-курс Концентрат, становится Алексей. Поздравляем! Третий победитель Марсель Абдулин, который получает замечательную футболку с логотипом Детейлинг Аларм. Напоминаю всем счастливчикам. Пишите на почту, указанную на экране. Ну а мы продолжаем. Вот этот момент меня просто привел в состояние непонимания. Мы никогда не вымывали так подвеску. За все время залили пеной, аппаратом высокого давления туда побили и все. Вот то, что он сейчас делает, как он это сделал и как это сочно и классно выглядит в кадре, это просто меня заставило задуматься. Я сам захотел к нему машину отвезти. Я думаю, повезу я свой Мерседес в Лондон. Пусть его в контейнере, отправлю там, сделают. Сильнейшая продажа этого контента. Он меня, как человека, который занимается, заставил купить эту услугу. И я понял, что первый момент это в контенте. Контент должен продавать. Когда я увидел вот эту чистую подвеску, я подумал, это же можно делать на каждой машине так. И это людям надо. А вот эти диски, которые глиной чистятся. Дальше обработка дисков воском. Мы так никогда не делали. Дальше как они чернят резину. Я специально такую же губочку купил. Губочка Магуайрс, кстати, называется. Вот он ей чернил резину. У меня это все сразу же появилось. Когда мы были в Крылатском, мы еще... У нас не было такого подъемника. Мы все делали на домкратах. Мы также подымали. Мы купили специальные такие тазики. Вот сейчас, смотрите, это Крылатская, наши студии. Крылатская, наши студии. Ну вот, посмотрели сейчас. Вот это так сильно вдохновил тогда этот контент. Вот так мы еще тогда старались продать с помощью YouTube-канала. Это хорошо. И мы думали, у нас будет сотни тысяч просмотров. Но оказалось, все гораздо сложнее на YouTube-канале, нежели, кажется, на первый раз. Далее. Внутренние детали. Когда я увидел, что полирует что-то, кроме кузова, я подумал, как? И мы также начали полировать что-то. Когда появлялись спортивные машины, мы также полировали проемы, мы полировали детали моторного отсека. На некоторых машинах мы даже полировали арки, полировали суппорта. До этого видеоролика пленку клеили только на кузов. И тогда клеили в основном КПМФ пленку. Полиуретан тогда только он начинал появляться, и он стоил больших денег. Потом мы поняли, что все-таки надо предлагать услугу высокого качества, и начали внедрять полиуретан. Сейчас только одним им пользуемся. Он набирает сейчас огромную силу и популярность. Насколько он это все делает классно. Вот вы посмотрите. Он меняет огромное количество губочек. Он меняет постоянно тряпочки. Вот сейчас вы увидели часы. Людей, которые работают в хорошей одежде, только с фардуком, либо в футболке, в джинсах, наш менталитет таких людей ругает. Ругает за прически, ругает за часы. За границей это считается нормой, потому что там мастер, тетеллер, это уважаемая профессия. Здесь у нас еще не так. Здесь еще у нас приравнивается к мойщику. И когда человеку, ну ему комфортно в часах, ему комфортно хорошо быть одетым на своем рабочем месте, менталитет и комментаторы уровня пока России этих людей считают непрофессионалами. По мнению многих, они должны быть в робах, в синих, которые продаются по 600 рублей. Либо он должен надевать какие-то фартуки. Да, мы сначала, когда я не увидел этот ролик, мы сначала так же. Я купил специальную рабочую одежду, у меня даже был фартук. Я найду сейчас вам видео, где я в фартуке это делал. Я даже нашивку себе сделал детальный галар, у меня были кепки. Но потом я понял, что эта картинка с вот этой, что я увидел, не сходится. Они не сопоставляются. И я не получаю удовольствие от работы в фартуке. А мои ребята не получают удовольствия от работы в этом комбинезоне. Потому что они сразу себя начинают чувствовать не хорошими работниками, мастерами высокого качества, а просто какими-то работягами. И вот это на уровне мышления психологии сильно выбивало. Как это он все делает? Видите, как классно показана услуга. Ну красиво же, ну согласитесь. Вот согласитесь, что это красиво. И этот ролик посмотрели миллион человек. Здесь, кстати, еще есть мой комментарий. Четыре года назад оставлял комментарий. Ну и никто не пишет, что снимите часы, вот как это любят у нас. По-другому там развито почему-то общество. Ну почему люди у нас такие негативные? Не знаю. Вот это меня, конечно, обижало всегда. До сих пор часто расстраивает. Вот сейчас он будет наносить один из самых дорогих восков. Он наносится руками. Я пробовал это рекламировать для менталитета России. Люди это не понимают. Думаю, что долгое время не поймут. Это самый дорогой воск. Наносится он руками, потому что руки теплые. И благодаря ладоням он его дополнительно разогревает и хорошо втирает. Такая услуга там стоит очень много денег. У меня даже были когда-то такие видео, которые я снимал. Я наносил воск. Я втирал разные крема в сиденье руками. Пытался это продать, но выглядел полным идиотом. А за границей, к сожалению, это модно. И это считается высоким уровнем профессионализма. Ну только у нас же, если у нас мастер начнет это все делать. У него же от макиты мозоли здесь. Он же наоборот потом нацарапает на машине, если будут втирать. Руки же, наверное, тоже нужны какие-то специальные. Шутка, конечно, ребята, но есть доля правды. И дальше начинался вот этот эффект. Его, к сожалению, надо смотреть внимательно и без комментариев. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Почему-то эта музыка, она настолько сильно поселилась в моей голове. И когда было всегда очень грустно, печально и хотелось бросить, она всегда говорила, что действуй, все получится. Возможно, в этот момент она вам очень сильно пригодится и даст вам силы, энергию и желание двигаться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сразу же после просмотра этого видео на всех наших стенах и студиях появилась Ferrari В первой студии в Фили мы нарисовали как раз именно эту Enzo Ferrari Стиль свой менять мы не будем В дальнейшем в каждой студии в обязательном порядке на всю стену будет Ferrari Очень хочется искренне поблагодарить эту компанию за этот чудесный видеоролик И я на самом деле искренне надеюсь, что этот видеоролик также кому-то станет вдохновляющим и мотивирующим инструментом для развития, для будущего, для детейлинга Для себя хочется поставить новую цель до конца 2018 года съездить в Лондон и побывать в этой студии в Topaz Detailing и отснять там для вас очень хороший и качественный обзор на мой взгляд лучшего детейлинг-центра может быть даже и мира Спасибо вам большое за внимание И обязательно поделитесь этим видеороликом с теми, кто в нем сильно нуждается и кто хочет расти, развиваться и зарабатывать вместе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok